Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ, и сегодня мы с вами поговорим о М4А3-105. Вы просили меня рассказать о том, как себя чувствует данный классный, на мой взгляд, танк на фугасах, и вот здесь у меня возникли большие вопросы по поводу, во-первых, адекватности того, кто это спрашивал, а во-вторых, закралась какая-то такая очень странная мысль, а вдруг действительно работает, и о чудо, тот человек, который писал, оказался, в общем-то, недалёк от истины, и фугасы на А-105 заработали. Это, конечно, шок-контент был для меня, надеюсь, сейчас я с вами поделюсь своими ощущениями по поводу того, как же играется М4А3-105 сейчас. Сегодня в ролике будет фигурировать его французская версия, но от американского он ничем не отличается. Я не буду долго останавливаться на каких-то характеристиках танка и постараюсь не тянуть яйца за кота. По-быстрому обо всём расскажу. Давайте сначала о самом главном, а именно о боеприпасах, ну, а точнее, о уже обновлённом фугасе. Сам фугас, понятное дело, не поменялся. Изменилась механика с механики холлбрейка на избыточного давления, и в данном случае крупнокалиберные снаряды, особенно фугасы, заиграли новыми красками. Если раньше они были занерфлены настолько, что использовать их имело смысл, ну, разве что на 152-мм и более орудиях по калибру, ещё и они работали, ну, сомнительно, откровенно говоря, далеко не всегда нанося хоть какие-то повреждения, особенно по защищённой технике, то сейчас они стали чем-то действительно вполне адекватным. Не настолько имбовым, как они были поначалу, когда практически неважно, куда ты стреляешь и каким фугасом, калибр там 100 плюс миллиметров, ты мог спокойно убивать противника. Сейчас такое не прокатывает, но во многом вы действительно, выцеливая какие-то абсолютно базовые моменты у противника, можете наносить ему повреждения, несовместимые с жизнью. Здесь 105-мм фугас обладает пробитием в 27 мм, казалось бы, очень немного. Имеет начальную скорость полёта в 470 метров в секунду, что в целом довольно терпимо, хотя и, конечно же, баллистику не назвать идеальной, но к ней можно привыкнуть. И массу взрывчатки в 2,2 килограмма. Раньше этот танк игрался исключительно на кумулятивах, которые, по сути, являются фугасом направленного действия. У них взрывчатки в тротиловом эквиваленте килограмм 600 и также 130 мм бронепробития. То есть в теории вы до сих пор на них можете вполне играть. Но я бы не назвал урон кумулятива в данном случае каким-то суперским. Он нормально наносит урон, но только в том случае, если вы попадаете по боеукладке или по танку с довольно плотной компоновкой. Фугасы раньше вообще не имели никакого смысла. На текущий же момент времени они стали убивать. Причем убивать весь боевой рейтинг. Наш и ниже, и выше. Да, танки, защищенные, конечно, ну, так скажем, едва-едва поддаются на воздействие фугасу. Особенно можно грустно хлопать глазами, когда встретите, например, какой-нибудь КВ-1. И если встретите. Но вот даже 34-ки, казалось бы, броня которых 45 мм в лобовой проекции вполне убиваются фугасами с пробитием в 27 мм. Ибо просто их убивает тем самым избыточным давлением. Танкистов я имею в виду внутри Т-34. Но попадать тоже нужно в определенные зоны. Желательно под башню. Желательно, конечно, на крышу положить этот фугас, как и раньше. Или под днище танка. Там, где броня толще, там, естественно, эффекта будет меньше. Но чем более крупнокалиберный боеприпас, тем сильнее он сработает по любой броне. В данном случае 105-мм это вполне разумное и достаточное орудие на фугасах для боевого рейтинга 2,7. Выше уже пойдут более защищенные танки, по которым часто будут проходить непробитие. И здесь вы можете встретить технику, с которой будет тяжело совладать. Если так очень вкратце, то это всякие тяжелые танки или хорошо защищенные САУ. Однако ЛТшки отлетают вообще на раз. Средние танки тоже довольно легко уничтожаются. И М4А3-105 как был супер хорош, так им и остался. Ведь у нас есть броня. Я не буду показывать ее здесь. Скажу лишь, что она отличная. И из предыдущих обзоров никак не изменилась. У нас как довольно хорошо защищенная башня с толщиной брони от 76 до 89 мм, что много. Причем в паре мест она перекрывается. Так и очень крепкий ВЛД и НЛД толщиной в 63,5 мм с наклонами, что дает при веденке около 90-100 мм. Ну или сам кусок НЛД толщиной в 108 мм, который пробить тоже будет не под силу большинству танков этого боевого рейтинга и ниже. Танки боевого рейтинга 3,3 типа немецких длинноствольных пазиков уже могут пробивать М4А3, но все еще на приятной для этого танка дистанции. На дистанции в километр уже могут и не пробить. Единственная проблема защищенности данного аппарата это очень слабые борта в 38 мм и больше нечего тут добавить. Орудие, кстати говоря, несмотря на то, что фугасы теперь довольно мощными стали, обладает вполне приемлемой перезарядкой в 10,6 секунды. Это дольше, чем у всех на нашем боевом рейтинге или чем практически у всех, но при этом это разумно для такого калибра. Вертикальные углы наведения у нас тоже великолепные и мы можем танковать нашей хорошо защищенной башней. У нас от минус 10 до 35 градусов орудие наводится. Единственная проблема с наведением возникает в горизонтальных углах наведения, а вернее в скорости поворота башни в 5,5 градусов в секунду. Из-за этого практически всегда приходится помогать себе корпусом, а раскачку у 105-го, ох, мама, не горюй. Качается он как парусник на волнах и желательно, конечно же, не помогать себе корпусом, если вы наводитесь на противник. Однако даже маломальски быстрые танки на дистанции ближе, чем 500 метров уже могут двигаться с такой скоростью, что выцелить будет их проблематично. На фугасах это сделать все-таки нужно. Но при этом, слава богу, есть нормальная скорость поворота корпуса, как и в целом, скорость данного танка оставляет вполне положительные впечатления. Мощность двигателя 500 лошадиных сил, масса 31,5 тонна. Итого порядка 16 лошадиных сил на тонну у нас есть, что вполне себе достойно и достаточно. Максималка вперед 42 км в час, назад вот отступить не получится, там всего 5 км в час. Но при такой защищенности в лобовой проекции, тут и добавить-то нечего, можно как-то и уж пережить этот момент, если вы не сильно упоролись. Играется 105-ка приятно, желательно держать близкую или среднюю дистанцию, среднее предпочтительнее, естественно. Я имею в виду дистанцию метров, например, 500 до противника. И попадать для вас будет легко, и противник так просто вас уже не пробьет. И, естественно, он не сможет вас легко закрутить, объехать или сделать с вами другие непотребства ваши слабо защищенные борта. Достойны ли фугасы? На мой взгляд, да, и сейчас они становятся опять основным видом вооружения на М4А3-105. Ибо кумулятивы не несут в себе такого урона, хотя, казалось бы, тоже достаточно большое количество в них взрывчатки. И пробитие, естественно, позволяет уже без каких-либо оговорок и механик, не очень понятно как работающих для некоторых, убивать всё, что попадается под руку. Ну и на этом вроде как всё. Просили про фугасы, фугасы действительно стали хороши, для меня это неожиданно. Я думал, что 105-мм фугасы не будут работать, и да, кстати, на более высоких БР-ах они не будут работать. Попадая уже на 3.7 будет тяжело, а играть на 4.7 на фугасах такого калибра явно не стоит. Там защита танков уже превосходит возможности этой механики. А так, 105-ка, топчик, как и было, рекомендую. На этом на сегодня всё. Благодарю всех за просмотр, жду вас в комментариях. Может быть вы активно катаете 105-го, дадите какие-то советы дополнительные. И всем удачи! Увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!